Добрый день, уважаемые друзья, коллеги, товарищи. Я, открывая нашу конференцию, хочу поблагодарить ее организаторов, общественную палату, счетную палату, в выборе темы, в выборе времени для проведения данной темы, потому что вопрос общественного контроля становится все более и более актуальным, как и парламентский контроль, и я думаю, что чем активнее мы будем привлекать, привлекаясь в том числе и сами, к общественному контролю, тем меньше будет катаклизмов, тем меньше будет необходимости людям выходить и входить в неформальную позицию, хотя это право любого человека, естественно, никто это право не ограничит, у него не забирает, но, видимо, и создание общественной палаты, я уж не говорю о счетной палате, в свое время предусматривало главную цель, это все-таки слышать людей, иметь обратную связь с населением, причем разными группами политическими. То, чего, наверное, сегодня пока не хватает. Мы в этом смогли убедиться и в прошлом году в выборной кампании, и в этом году уже по весне, ну и давайте говорить откровенно, вот этот наш, может быть, определенный пробел в работе или недоработка, прошу прощения за эту автологию, дает возможность кое-кому и спекулировать этими вопросами. Вы прекрасно понимаете, не всем нравится наша страна, не всем нравятся наши успехи, и очень многим нравятся наши неудачи, поэтому и в этом контексте мне представляется тема очень актуальна. Ну и, с Вашего позволения, я хотел бы представить Вам небольшое выступление по повестке дня. Как я уже сказал, тема общественного контроля, как новой формы, если так можно сказать, государственно-частного партнерства, письма непростая и, может быть, даже новаторская. Тем не менее, она актуальна, я уже об этом говорил, она имеет очень много грани и аспектов, и в этой связи хотел бы поделиться некоторыми соображениями на этот счет с точки зрения председателя счетной палаты, высшего органа государственного финансового контроля России. В ближайшие годы нашей стране предстоит решать такие бюджетноемкие задачи, как технологическое перевооружение, дефицитикация экономики, развитие человеческого капитала, переоснащение вооруженных сил и укрепление броноспособности, и ни в коей степени не понижать планку социальных гарантий, обязательств нашей страны, которые были выданы президентом, в том числе в ходе выборов, в том числе и в вопросах ЖКХ, аварийного жилья. Я рад, что здесь присутствует коллега Цисин, который очень много делает в этом направлении своим фондом. Согласно положениям Римской декларации, в этой связи, конечно, большая задача по контролю за расходом бюджета состоит пересчетной палатой. Так вот, согласно положениям Римской декларации, управление общественными финансами влечет за собой ответственность перед обществом. Так прямо было сформулировано в важнейшем принципе деятельности высших органов финансового контроля мира. Подотчетность современного государства перед обществом в финансовой сфере является сегодня обязательной нормой его функционирования. И не нужны нам никакие распилы. Ровно год назад на первой совместной конференции европейских и азиатских счетных палат самое пристальное внимание было уделено деятельности высших органов финансового контроля Азии и Европы по повышению, именно такой была повестка дня, по повышению осведомленности парламента и общества о подотчетности государственных органов. В сделанном новой тогда докладе была отмечена двойная природа высших органов финконтроля, которая характерна для большинства стран мира. Этот дуализм проявляется в том, что с одной стороны они являются государственными органами, с другой институтами гражданского общества. Таким образом они призваны стоять на страже соблюдения интересов гражданского общества и обеспечивать контроль за использованием публичных, то есть общественных ресурсов. В этом смысле деятельность счетной палаты России в какой-то мере представляет из себя синтез государственного и опосредованно общественного контроля, подчеркнув в какой-то мере, причем с явным преобладанием государственного начала, что совершенно естественно. Однако компенсировать определенный дефицит социальности в сфере финансового контроля счетная палата пока не может в силу еще слабого запроса со стороны российской общественности на информацию о государственных, финансовых и бюджетных процессах. Скандалы людям нравятся, посадки людям нравятся, аресты людям нравятся, какие жареные факты нравятся, а вот такие системные запросы пока, к сожалению, мы не ощущаем. Пока главным направлением взаимодействия счетной палаты с обществом остается работа с обращениями граждан, которая ведется в том числе и через созданную несколько лет назад у нас с этой целью общественную приемную. Ежегодно в нее поступает более 2-3 тысяч обращений. Поступающие в нее обращения нередко публикуются в прессе, передаются для проверки в контрольно-отчетные органы соответствующих регионов, муниципалитетов. Часто они становятся поводом и для проведения дополнительных контрольных предприятий, как это было в случае с проверкой хода реконструкции музея деревянного зодчества на острове Кижи, ну и скандала неприятного, длительного скандала в Переделкино. Мы уже 5 лет занимаемся этой темой. Вот она сейчас вышла с дачей Айтматова. Я признателен товарищам из общественной палаты, которые вовремя среагировали. Мы тоже, я вам скажу, тут в стороне они стояли и подключились. Не более, очень некрасиво было сегодня президент нашей страны в Киргизии и в это время выселяют оттуда сдачи людей, которые хотят сделать музей великого советского писателя Чингиза Айтматова. Вот свинство какое-то. Это, кстати, как характерный пример. Кстати, я должен также сказать, что мы вернули, скажем так, в какой-то степени советскую практику. Если вы помните, было в свое время, ну, кто-то помнит, кто-то нет. Было в свое время, в 70-е годы постановление Центрального комитета партии о работе с обращениями граждан и публикациями в средствах массовой информации. Публикация в СМИ тогда, ну тогда СМИ были все государственно-партийными. Вы знаете, обязана была любая организация реагировать. Нас этого никто не обязывает, но мы для себя взяли правило. Любая газета, новая или старая, комсомольская или беспартийная, советская или антисоветская, если есть материалы, касаемые правонарушения финансово-бюджетной сферы, коррупции, мы их обязательно рассматриваем. И, кстати, я ничего в этом зазорного не вижу. Подчас эта информация, не очень часто, правда, к сожалению, но подчас она действительно бывает объективной и дает нам некий вектор нашей работы. На сегодняшний день можно констатировать, что существующая система взаимодействия счетной палаты и граждан касается в основном информационного обмена и является асимметричной, причем не столько в количественном отношении, сколько в качественном. Практически ежедневно, как я уже говорил, в средствах массовой информации передаются оперативные пресс-релизы и текущей деятельности счетной палаты, в том числе в результатах контрольных мероприятий. Регулярно проводятся пресс-конференции, организуются интервью. У руководства счетной палаты у нас есть свой веб-сайт, мы работаем через YouTube. Поэтому мне иногда странно, когда некоторые большие начальники заявляют о том, что в Молдиве утекает итоги проверок в счетной палате, в СМИ. Мы еще не видели этих материалов, правда, видели, расписали, но, видимо, не прочитали. Вы, наверное, слышали небольшую полемику, которая у нас состоялась, я не буду фамилию человека называть. У нас утечек быть не может. Каждая проверка, если это не материал секретный, каждая проверка в обязательном порядке публикуется в пресс-релизе, в нашем бюллетене. Мы все материалы направляем в Совет Федерации в Госдуму и ничего не прячем. Это я так же хочу с этой трибуны, может, кое-кому еще раз об этом напомнить. Кстати, ежегодный отчет о работе счетной палаты, мною лично вы знаете, представляется палатой парламента и подлежат и обсуждению, и оценке, и обязательному публикованию. Счетная палата неоднократно признавалась российскими СМИ в качестве одного из наиболее открытых для пресса госорганов, а наш сайт в интернете считается лучшим среди органов Государственной Российской Федерации. Причем мы размещаем информацию выверенную и несем за нее не только моральную, но и юридическую, если угодно, и уголовную ответственность. Я так скажу, мою бытность представителем счетной палаты порядка 25 судов мы выиграли. Наиболее громко это ядерный российский флот и мурманское морское проходство, которое со временем украли, в начале 90-х годов. И, поверьте мне, дорогого стоило победить и спасти, по сути дела, ядерный флот, гражданский ядерный флот Российской Федерации. Причем мы размечаем информацию, выверенную, как я сказал, другое дело, что иногда не может быть этой информации полной в силу объективных причин, потому что отчеты, это, как правило, 70-80 страниц, и, честно сказать, только специалисты иногда могут выловить главное интересное для необходимой дальнейшей работы, поэтому мы делаем такой пресс-релиз в сокращенной форме. Ну, а те, кто интересуется это неформально, как большинство депутатов Госдумы, кстати, за что я им признателен, и членов Совета Федерации, то можно и к нашим актовам обратиться, и к отчетам. Да, электронная система активно работает. Мы подписали соглашение аппарата счетной палаты и Госдумы совсем недавно, вот Сергей Шахрай подписывал от счетной палаты, согласно которой на следующий день после заседания коллегии все материалы в электронном виде поступают в Госдуму и в Совет Федерации. Поэтому я к товарищам депутатам обращаюсь. Если вот есть какие-то вопросы к нам, смотрите в электронную почту, там все есть, без изъятий, без цензуры, что называется. Ну, за исключением, еще раз говорю, секретных материалов, ну, вы знаете, мы проверяем и очень много закрытых статей, то, что публиковаться не должно. Хотя все секретные материалы находятся тоже в Госдуме и Совете Федерации, те, кто имеет допуск, с ними работают, естественно. Что касается поступающей информации и запросов от граждан, имеет ряд таких характерных недостатков, я хотел с ними поделиться с вами. Ну, во-первых, они часто носят бессистемный и случайный характер. Чаще всего затрагивают сугубо частные вопросы, но это очевидно, что человека волнует. То, что рядом с ним, то, что у него происходит. При этом, подчас совершенно не относятся к импетенции счетной палаты. Нас иногда путают с комитетом народного, партийного контроля. Вот, то, что раньше было, кстати, я считаю, что комитет народного контроля и за, ваше время, Борис Николаевич похоронил, перепутав его с комитетом партийного контроля. Вот, поэтому люди пишут подчас обо всем, что наболело. Мы, естественно, не можем непосредственно на это повлиять, но ни одного ответа мы не оставим, ни одного запроса мы не оставим без ответов. Мы пересылаем это в соответствующие структуры, особенно правоохранительные, и требуем от них доложить нам, берем на контроль, таким образом мы работаем с нашими сегодня гражданами. К сожалению, и вы это знаете не хуже меня, некоторые запросы преследуют не редко корыстные интересы, как правило, они анонимно пишутся. Как-то совсем недавно было, это письмо пришло из счетную палату 40 дипломатов, которые обвиняют Сергея Лаврова в повод знает в чем. Мы каждый год МИД проверяем, все проверяем. Вот, поэтому мы, естественно, этот анонимный запрос отрагировали следующим образом, сказали, читайте наши материалы, а на анонимки мы не отвечаем. Иногда умышленно содержат дезинформацию или носят провокационный характер. Я вспоминаю свою полемику по поводу интернациониста с Навальным, когда передернули цифру. Ничего с счетной палатой ведь не прятал, на самом деле. Он взял наши материалы, нашу проверку, нашу проверку и сказал, что счетная палата выявила нарушение на 3 миллиарда долларов. Да, мы выявили нарушение на 3 миллиарда рублей. Но считать-то надо уметь великому юристу, специалисту. В своем кармане он бы не посчитал вместе с Кировской областью, наверное. Существующий дисбаланс в качестве информационных потоков объясняется слабостью общественных институтов, невысокой культурой многих адресантов, отсутствием навыков делового общения. Отсутствием эффективного механизма обратной связи между органами финансового контроля населением к сожалению пользуются различного рода я не боюсь этого слова я сам долгое время был в политике правда, слава богу я беспартийный член КПСС чем горжусь вот разного рода политические спекулянты и кстати я хочу перебросить мосик нашему парламенту и парламентским фракциям и партиям я искренне признателен за весь период выбранной кампании он был жесткий и соревновались дай бог как еще продолжать соревноваться я тоже наблюдаю не безинтересно вот ни разу ни одна фракция ни коммунисты ни справедливая Россия ни ЛДПР ни Единая Россия тем более не использовали свой потенциал для того чтобы натравить счетную палату на своих политических оппонентов не было таких запросов хотя если 92 депутата подписали такой запрос мы обязаны осуществить проверку вот хороший прецедент я кстати делился с нашими многими коллегами из других европейских стран в том числе с устойчивой системой демократии Венгрия Германия я сейчас не беру про США вообще война идет не на жизнь на смерть как вы обратили внимание вот там везде счетные палаты или аналоги их пытались активно втравить политические разборки через систему финансового контроля я с этой трибуны хочу поблагодарить наш депутатский сенаторский корпус за понимание хотя вы знаете конечно хочется иногда жареного взять вот мне очень приятно что все фракции очень активно апеллируют нашим материалом вне зависимости от фракционной принадлежности вчера впервые мы использовали такой хороший эксперимент теперь это уже не эксперимент это правило это регламентная норма государственной думы когда на правительственном части выступает министр а с докладом выступает аудитор и я думаю что вот эта практика она тоже очень важна в призме нашего сегодняшнего диалога ну и если говорить в отсутствие эффективного механизма обратной связи то конечно тут думаю в наших рекомендациях мы должны подумать что бы могли сформулировать кстати недостаток общественной социальной составляющей деятельности счетной палаты мы отчасти стараемся компенсировать непосредственными контактами с населением во время рабочих поездок руководства счетной палаты различные регионы страны выступления по телевидению интервью СМИ я в прошлом году побывал в 42 субъектах Российской Федерации лично мне правда кое-кто задает вопрос зачем ты это делаешь сиди здесь думай анализируй без тебя обойдутся поверьте мне когда приезжаешь тем более мне попроще я все-таки так менее охраняемый и менее отсекаем вы понимаете о чем я говорю вот и когда встречаешься в трудовых коллективах просто с людьми идешь на пресс-конференции с журналистами это важно не себя пиарить мне это совершенно ни к чему поверьте мне честное слово даю и несчетную палату она и так неплохо позиционируется сегодня это важно для нашей работы мы понимаем и чувствуем болевые точки что нам нужно в том числе и в планировании нашей сегодняшней работы и кстати после каждой своей поездки это уже стало практикой я лично докладываю президенту и представителю правительства в зависимости от компетенции и я признателен и Владимир Владимирович в первую очередь конечно потому что мы давно с ним вместе работаем и Дмитрию Анатольевичу ни на одной из моих записок после посещения региона не было отписок были конкретные жесткие и серьезные поручения вчера мы с членами коллегии побывали на поле Бородина у нас там была в шестом году первая такая проверка я Владимир Владимирович докладывал тогда еще когда он был президентом и многое что сегодня сделано в том числе с тем чтобы жилье отбить вы знаете что пытались сделать с землями поля Бородина вот это вот тоже результат поездки результат разговора можно 10 раз услышать но неплохо один раз увидеть что же касается регионального тем более муниципального уровня то там ситуация с общественным контролем еще сложнее хотя бы потому что сама система финансового контроля только формируется я кстати очень признателен руководству страны мы здесь тоже создали хороший прецедент из всех федеративных государств мира Россия федеративное государство вы знаете США Мексика Бразилия Федеративная республика Германия ни в одной из них нет сложившейся системы координации регионального и муниципального контроля а тем более федерального закона мы первая страна в мире которая этот закон получила и сегодня я готов вам доложить что мы создали фундамент системы регионального муниципального финансового контроля что чрезвычайно важно здесь присутствуют руководители ряда палат в частности Владимирской мы с ними вместе начинали тогда эту систему создавать и это очень хороший результат по данным комиссии Аксор это ассоциация наших палат по муниципальному финансовому контролю пока менее трети бюджетов муниципальных образований страны встроены в систему сквозного контроля использования средств консолидированного бюджета а больше всего бед вы знаете на уровне муниципалитетов обязательно раздавали финансовые их не подтвердили но по сути дела самообман происходит вроде бы есть муниципалитет который за все должен отвечать а бабушка дедушка рабочий у станка живущий в загаженном подъезде где его постоянно шпыняют все кому не лень и обдирают через ЖКХ через тарифы ему не интересно муниципалитет там какой-то или кто-то у него есть один начальник в стране президент так у нас сложился менталитет в России ну на худой конец губернатора или мэр ну не на худой с точки зрения худого губернатора или мэра а с точки зрения восприятия у людей власти поэтому конечно легко переложить но отвечать все равно придется никуда не денешься поэтому мы сейчас очень серьезно занимаемся системой муниципального контроля в стране кстати результаты контрольных и экспертно-аналитических предприятий проведенных счетной палатой показали невысокий пока уровень организации бюджетного процесса на муниципальном уровне недостаточно качественное управление объектами муниципальной собственности особенно с земельными ресурсами очень острой проблемой остается ситуация в ЖКХ и в этом году впервые мы проводим совместную проверку все что касается жилищно-коммунального хозяйства в России со всеми муниципальными региональными счетными палатами ко мне с этой просьбой все время обратился еще в качестве премьер-министра Владимир Владимирович потом было поручение соответствующие и депутаты Госдумы и Совета Федерации вот в конце года мы сможем мы привлекли очень большое количество экспертов специалистов естественно те кто разбирается в тонкостях жилищно-коммунального хозяйства и не только нарисуем картинку и диагностируем ситуацию в ЖКХ в сфере ЖКХ но и сформулируем и выработаем конкретные в том числе предложения законодательного характера которые обязательно доложим руководству страны и всему депутатскому корпусу я призываю к этой работе и общественную палату по наиболее актуальной проблеме которая волнует граждан остается безусловно коррупцией и как не представляется именно противодействие коррупции должно стать тем смысловым стержнем вокруг которого консолидируются усилия всех государственных органов партий бизнеса общественных институтов наших сограждан как на федеральном так на генеральном так и на муниципальных органов кстати в последние годы счетная палата в свете реализации федерального закона который утвердил национальную стратегию противодействия коррупции я кстати являюсь членом совета противодействия коррупции проведения страны провела целый ряд мероприятий я хотел бы вас также об этом проинформировать так например в начале прошлого года счетной палаты было поручено разработать систему показателей интересная кстати очень работа разработать систему показателей для оценки эффективности реализации программ по противодействию коррупции и обеспечить контроль за эффективностью использования бюджетных средств, которые выделяются на борьбу с ними. На основании этого поручения мы разработали систему критериев и показателей, а также методику соответствующих аудитов эффективности. Причем разработка была опробирована в пилотном режиме в 17 министерствах и ведомствах России, а их результаты доложены мной на заседании Президиума Президентского Совета по противодействию коррупции два года назад. И они сегодня активно используются руководством страны. Неплохие результаты в деле борьбы с коррупцией приносят взаимодействие счетной палаты с правоохранительными органами. Вы знаете, наверное, что у меня подписано соглашение со всеми силовиками, но мне это еще проще, для меня это среда не чужая, как вы знаете, по предыдущей работе. Но, увы, она имеет свои ограничения. Наши партнеры по совместным проверкам одновременно являются нашими подконтрольными объектами. Мы ведь проверяем и финансирование ФСБ, и ГРУ, и СВР, и Росфиннадзора, и Финмониторинга, всех. Поэтому вроде как и работать вместе надо, а с другой стороны и проверять. Есть элементы, знаете, деликатности. Но мы из этой ситуации выходим в следующий образ, где я тоже поделюсь небольшой тайной, что называется. Все проверки правоохранительных структур мы проводим либо под грифом ДСП, либо секретно. Там есть серьезные замечания, есть много вопросов, но не очень хочется еще и нам полоскать всех вокруг, особенно у людей в погонах. У нас достаточно критиков, вот вы знаете, в этом плане. Но в обязательном порядке я об этом эти материалы направляю в Государственную Думу, Совет Федерации. Соответствующие комитеты их рассматривают с приглашением чиновников из этих ведомств. Докладываю непосредственно президенту страны в обязательном порядке письменно, и он дает резолюцию. Ну и я должен сказать, что все министры и руководители служб силовых структур на наши замечания реагируют оперативно и лично. И министр обороны, и директор ФСБ, и министр внутренних дел, и следственные комитеты, и прокуратура. Так что они тоже внимательно следят за чистотой своего мудира в хорошем смысле этого слова. Наметились некоторые общие подходы к сотрудничеству в борьбе с коррупцией и с представителями бизнеса. В частности, в одной из самых коррупционных сфер – это государственных закупках. В отношении корпоративного сектора счетная палата считает необходимым сотрудничество в части согласования стандартов финансового аудита и переход от сплошных проверок к аудиту эффективности внутренних систем финансовой или антикоррупционной безопасности. Суть подхода такова. Если внутренняя система антикоррупционной профилактики организации построена правильно и соответствует стандартам, то незачем лишний раз ее проверить. В настоящее время, однако, система внутреннего контроля в большинстве организаций или слабы, или вообще отсутствует. Пока выстроена система внутреннего финансового контроля, если брать органы власти и управления, только в 27%. У остальных пока создается. Правительство отпустило еще полтора года на создание полной системы внутреннего контроля во всех министерствах и ведомствах, и мы в этом плане выступаем в определенной степени координатами. В этих случаях, конечно, когда есть эта система внутреннего контроля, то финансовое злоупотребление достигает иногда впечатляющих масштабов. Ну, вот приведу один пример, как раз связанный с Москвой. Первый раз счетная палата России пришла в столицу нашей Родины в качестве не проживающего на территории Москвы, а проверяющего. Было обращение Сергея Семеновича Собянина, мы работали вместе с Виктором Дуреческим, представителем палаты Москвы. Я не буду затрагивать транспортный комплекс, метро и все остальное. В прошлом году, если вы помните, мы выявили нарушение почти 780 миллиардов, из них 200 с лишним упало на Москву. Но один пример я приведу вам, это вот ход проверки Банка Москвы. Это тоже было прямое обращение к нам, руководство Москвы. Много слухов вокруг этого просто ходило. Так вот, было выявлено, что объем выделенных ему средств, господдержки, это бюджетные средства России. В период кризиса в 2009-2010 году составили 13 триллионов рублей. Это консолидированный бюджет России годовой. Можете представить? Вот Якунин сейчас просит, дайте мне на 4 года 1 триллион, я вам построю скоростную железную дорогу из Москвы в Ленинград, и поезд будет ходить за час 45. 1 триллион просит, не дают, нет денег. А тут 13. При этом Банк предоставил кредиты без должного обеспечения более чем на 100 миллиардов рублей. Отвлекались финансовые ресурсы на экономически необоснованное финансирование аффилированных лиц. Объем представленных им средств составил более 17 миллиардов, в виде дивидендов 3,3. Банк осуществлял кредитование при отсутствии заемщиков источников или выполнения своих обязательств по уплате долга. Не принимал мер по истребованию долга заемщиков. Ну и худо-бедно сам менеджер, между прочим, не владельница Балк, вот Михаил Иванович как раз проверку проводил. Господин Бородин, который нашел себе место в Лондоне, они все туда почему-то стекаются. Зря мы в свое время с французами бывали, надо было с другими. Вот, это я просто с поля Бородина еще по настроениям выхожусь. Так вот, Инсанто, сколько у него, Миша, личное состояние? 2 миллиарда долларов. Менеджер, чиновник, 2 миллиарда долларов. И хоть бы что. Правда, уголовное дело возбуждено. Кстати, самая интересная тоже история. Мы проводим коллегию. Бородин должен был приехать к нам на коллегию со своим замом. Мы пригласили товарищей с ФСБ, с прокуратуры. Товарищи с ФСБ, с прокуратуры приехали, а Бородин ночью улетел в Англию. Как вы его выпустили? Почему его выпустили? Хороший вопрос. Кстати, подобные случаи не единичные. Они как раз типичны в тех случаях, когда внутренний контроль в организации отсутствует. Тут, кстати, можно привести примеры многих наших учреждений культуры и образования. Ну, уже пресловутые переделки, но я в качестве примера привел. Мы долгое время боролись за возрождение Большого театра. Три команды там поменяли. Кое-кого даже хотели посадить. Театр построили, но дороговато. Как и дороговато, строятся в вторую очередь маринки. Я уже не говорю про другие объекты, особенно спортивные. Вот Сочинская Олимпиада закончится, мама тоже кое-что расскажет. Но ее надо сначала хорошо провести. Я уже не говорю про стадион Сергея Мироновича и Кирова в Ленинграде. Это еще позорище. Мало того, что за 100 миллионов евро покупает бог знает кого, а потом позорит свою страну с какой-то командой за штатной испанской. Так еще и стадион 8 лет строят, поменяли кучу подрядчиков и закопали уже более 1 миллиарда. Кто за это ответит? Сейчас я пожимаю притчу. Мне и на этом. Хочу подчеркнуть, что главное для счетной палаты заключается не столько в пресечении финансовых нарушений, хотя это очень важно, сколько в их профилактике. Поэтому мы стремимся к оперативному устранению выявленных нарушений еще до момента утверждения отчетов и проверок. Такую практику мы ввели по решению коллегии. Мы приглашаем сюда наших подопечных, которых проверяли. И если есть возможность устранить недостатки, ну там где нет правовства, естественно. Мы идем на встречу, даем время, как минимум 10 дней даже после коллегии, для того, чтобы помочь людям навести порядок. Как сейчас по одному институту зарубежной литературы, ведем активную работу. Да, и сейчас там наведем все-таки порядок, поможем. Хорошая женщина, умная, уже много лет работает, но вокруг нее нарывчик образовался. Будем помогать. Наряду с решением задач по своему прямому назначению, роль счетной палаты в борьбе с коррупцией проявляется через такой вектор ее деятельности, как анализ тех нормативных правовых актов и их проектов, которые затрагивают бюджетно-финансовые вопросы на предметы коррупцией агентности. Сейчас мы активно участвуем в этой экспертизе. В том числе этим занимается наш институт системного анализа, который создан при счетной палате Сергея Михайловича, научный руководитель. У нас есть эффективно работающий экспертный совет при председателе счетной палаты. Активно участвует наша Академия науки. Геннадий Васильевич у нас здесь, да, Осипов, вице-президент Академии наук. У нас есть специальная секция экономики знаний, которая очень активно работает. В нее входит ряд аудиторов счетной палаты. У нас, кстати, свой неплохой научный потенциал. Более 25 докторов наук, профессоров, завкафедрами работают. Причем люди, по крайней мере, знают, о чем написаны их диссертации и могут ее название выговорить. Я шучу, конечно, потому что есть многие докторы наук, которые с трудом выговаривают тему своей диссертации. У нас таких нет, поэтому они нормальные. Я думаю, в общественной палате тоже таких нет. Нет? Есть, да. Или есть? Нет, нет. Нет таких, да? Ну, у вас все-таки Академик Велихов возглавляет. Да, у вас жестко. У вас жестко в этом плане, да. Кстати, низкий поклон его. Ну и одной из мер реального привлечения к гражданам в борьбе с коррупцией является подготовка общественных контролеров. Об этом я хотел бы в завершение сказать особенно. В организации, в которой участвует счетная палата, и здесь я надеюсь, что мы должны работать вместе. У нас есть соглашение о сотрудничестве. Кстати, по нашим расчетам у нас в стране имеется реальная возможность готовить ежегодно 2-3 тысячи специалистов в этой области. И наряду с осуществлением контроля за движением бюджетных средств, к их задачам также относятся и проведение общественной антикоррупционной экспертизы, всех издавая в правовых нормативных актов. Образно говоря, такого рода общественные контролеры могли бы играть роль своеобразный контрольный пехот, который ведет разведку и подготовку условий для наступления главных сил органов государственного аудита. Я проведу просто одну параллель, не связанную непосредственно с темой сегодняшнего моего выступления, работы счетной палаты. Я еще являюсь сопредседателем Ассоциации юристов России, Владислав, у нас член президиума. И когда начались активные спекуляции по поводу выборов президента страны после думских выборов, секретом мы тут из этого тоже не делаем никакого, Владимир Владимирович обратился. Он у нас сам член нашей ассоциации юристов, у него членский билет номер один. Президент Медведев, сейчас премьер-министр, позволяет попечительский совет. Он говорит, привлеките молодых юристов. Вот Блажаев здесь ректор Кутафинской академии присутствует, Горяченко, где он сидит, наш юрфак МГУ, юрфак Ленинградского университета. Все юрфаки мы взяли в вузы, молодых юристов собрали, ребят, еще которые учатся. Ну, во-первых, они посмотрели, что такое выборы. Во-вторых, они наконец-то пришли и сами проголосовали. Чего греха таить, студенты у нас особо-то на выборы-то и не ходят. В-третьих, они действительно организовали такой общественный контроль, что даже оппозиционные партии никаких замечаний не высказали. Вот вам пример. Почему по другим сферам нам не поработать, в том числе и в сфере финансового аудита. Вот с этим конкретным предложением я хочу завершить свое выступление. Извините, чтобы уже немножко задержался, просто в такой замечательной аудитории давно не общался. Благодарю за внимание. Продолжение следует...